Добрый вечер, уважаемые телезрители! Эфир канала БСТ продолжает Акьярская студия телерадиовещания. Информационный выпуск новостей. С последними событиями недели вас ознакомят наши корреспонденты и я, Юлия Бактабаева. И сегодня выпуски. Заседание Совета муниципального района Хайбульнский район. Реставрация памятника в село Федоровка. 95-летие поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. А теперь обо всем подробнее. 28 октября в Большом зале администрации района прошло 20-е заседание Совета муниципального района Хайбульнский район Республики Башкортостан 3-го созыва. Более подробно в нашем следующем сюжете. На расширенном 20-м заседании принимали участие председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному надзору Ильдар Замаледдинов, заместитель председателя Государственного собрания Крутая Республики Башкортостан Имабика Ильясова, заместитель начальника управления президента Республики Башкортостан по работе с территориями и кадровой политики Шамиль Мухаммеддинов и исполняющий обязанности главы администрации района Раиль Ибрагимов. А также были приглашены главы сельских поселений, руководители организаций, учреждений и предприятий района, руководители сельскохозяйственных предприятий. На повестку дня было вынесено два вопроса, первый из которых – это назначение главы администрации Хайбульнского района. С информацией о работе конкурсной комиссии выступил ее председатель Ильдар Замаледдинов. По результатам конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района Хайбульнской Раильской Республики Башкортостан 28 октября 2014 года комиссия представила совет для назначения на соответствующую должность двух кандидатов. Ну поэтому, представляя их во главе в этом порядке, представляя кандидата Буранбаева и Эльдара Вахкортостан в соответствии с требованиями пункта 4.1 положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района Хайбульнской Республики Башкортостан кандидатам в комиссии представлено все необходимые документы. Комиссия приняла решение о предоставлении Совета муниципального района Хайбульнской Ра counterpart на Республику Башкортостан к назначению на должность главы администрации муниципального района Каменской районной республики Вашистан по контракту по результатам конкурса кандидата Буранбаева Игнар-Обтяновича. В ходе голосования члены в комиссии расстрелились следующим образом. За проголосовало 4, 2, 3. Уважаемые депутаты, представляю следующую кандидатуру. Это кандидата Ибрагимова Раиса Анатольевича. В соответствии с требованиями пункта 4, 1 указано в положении кандидата комиссию представлены все необходимые документы. Комиссия приняла решение по предоставлению в Совет муниципального района Каменской района Республики Вашистан по назначению на должность главы администрации муниципального района Каменской района Республики Вашистан по контракту по результатам конкурса кандидата Ибрагимова Раиса Анатольевича. За данное решение проголосовало 6 из 6 присутствующих членов комиссии. На ваше рассмотрение представлены две кандидатуры на должность главы администрации района. Решение за вами, уважаемые депутаты. Далее депутаты совета провели голосование по выбору среди кандидатов. И по итогам главой администрации Хайблинского района Республики Башкорстан вновь утвержден Раиль Ибрагимов. Сразу же после голосования состоялась церемония подписания контракта с главой района. Контракт подписали Раиль Ибрагимов и председатель совета муниципального района Вячеслав Суходолов. Второй вопрос на повестке дня стоял о внесении изменений в решении Совета о бюджете муниципального района Хайблинской Республики Башкорстан на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годы. С информацией по этому вопросу выступил заместитель главы администрации муниципального района по финансовым вопросам Альмираж Айахметова. Доход на бюджета предлагается к увеличению в общей сумме 673 тысячи 400 рублей, что обусловлено увеличением объема преступления бюджет на оплату стоимости путевок в детский санаторий и загородный лагеря детей сотрудников отдела образования и администрации района. Расход на бюджета предлагается к увеличению в общей сумме 5 миллионов 776 тысячи 400 рублей, из них за счет остатка трассы бюджета на начало года 5 миллионов 130 тысячи рублей, в том числе за счет граждан, полученного в 2013 году 275 тысячи рублей. В данное средство планируется направить к главным распределителям вычетных кредитов, это администрация муниципального района, в размере 1 миллион 985 тысяч рублей, из них за расчеты за путевки от здравительного лагеря детей сотрудников администрации 266 тысячи рублей и на текущие расходы администрации 1 миллион рублей. В завершении заседания совета Ильдар Замалединов поздравил всех жителей района с избранием главы администрации. Я очень рад, потому что вот, во-первых, чувствуется очень сплоченная команда, сплоченная команда не только администрации района и какого-то вот, а именно вот сплоченный актив, здесь вот депутаты, очень огромная благодарность депутатам за такое вот доверие, конечно, оказали активы. Вообще, понимаете, получается вот в целом сегодня депутаты, актив района, он выразил еще раз доверие тому курсу, который сегодня проводится в республике, проводится в республике нашим президентом. Поэтому я очень доволен, очень рад и за команду, за население, за поддержку населения. Поэтому, я думаю, все задачи, которые стоят перед районом, перед перспективой, это всегда исполнится и исполнится. Самое главное, во благо наших людей, во благо республики, да и во благо всей России. С небольшой информацией для населения района о предстоящем заседании Курлтая выступил заместитель председателя государственного собрания Курлтая Республики Башкорстан Ямабика Ильясова. Еще в начале наши депутаты завершили работу по внесению изменений и дополнения в Конституцию Республики Башкорстан. В связи с этим в повестку дня включен проект закона Республики Башкорстан о гражданской законодательной инициативе. Наши граждане имеют право участвовать в совершенствовании законодательства. Каждый гражданин имеет обратиться своим проектом закона в парламент Республики и депутаты обязаны его рассмотреть. Также мы рассмотрим проект закона о внесении изменений в закон Республики Башкорстан о культуре, который на законодательном уровне закрепляет право для лиц, обучающихся по основным образовательным профессиональным программам, бесплатные посещения государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Также внесено изменения в закон Республики Башкорстан об увековечении памяти лиц за особые заслуги перед Республикой Башкорстан и исторических событий. И этот проект закона предусматривает финансирование мероприятий, связанных с увековечением выдающихся лиц и исторических событий за счет средств бюджета Республики Башкорстан, также за счет других источников, которые не запрещены законодательством Республики Башкорстан и Российской Федерации. Также мы рассмотрели проект закона Республики Башкорстан об установлении прожиточного минимума и потребительской корзины в Республике. Устанавливается прожиточный минимум пенсионера для социальной доплаты к пенсии в размере 6 315 рублей. Также будет принят закон Республики Башкорстан о сельском хозяйстве по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые работают в зонах особого риска. Поэтому мы считаем этот законопроект очень важным. И также на открытом доступе на сайте госсобрания выложены все проекты законов. И также мы приняли закон Республики Башкорстан об общественном контроле, который регулирует, как работают наши законы. И мы активно работаем с населением и по этому вопросу. Данила Акилов, Милев Шатанов, Адмир Ахмедов, Продолжен Савра-Лебаев, Служба новостей. Сельский совет села Федоровка выиграл грант Всемирного банка по программе поддержки местных инициативных территорий муниципальных районов. И начал реставрацию своего памятника в честь победы. Мы напомним, что в данной программе участвовали все сельские поселения. Однако был одобрен лишь проект Федоровского сельского совета. Наша съемочная группа узнавала о важности этого мероприятия для жителей села. Цель проекта Всемирного банка – активизация участия населения в решении социальных проблем местного уровня, снижение иждивенческих настроений и социальной апатии. В рамках программы финансируются небольшие по объему проекты, направленные на развитие местной социальной инфраструктуры, ремонт сельских дорог, клубов, строительство детских площадок, организация водоснабжения. Мы определили сумму 700 тысяч, была составлена смета. Примерно посчитали дворы. Это нам надо было в среднем со двора собрать по 500 рублей и плюс спонсорская помощь. Это все обговорено в этом проекте. Но это еще было полдела. Мы должны были составить все документы, все предоставить в Министерство экономно-развития и Министерство финансов. Там шел конкурсный отбор. И в результате этого конкурсного отбора участвовали все поселения района. Но в результате этого конкурсного отбора попали мы туда и выиграли. Чем мы, конечно, были рады. И, с одной стороны, это была радость. Но потом, когда мы столкнулись с проблемами, было очень много проблем. Во-первых, это денежный вопрос, сбор денег. Но поработала инициативная группа. Мы дали клич в сетях, откликнулись те люди, которые корнем отсюда, но здесь не проживают. Их деды, отцы здесь живут. Они тоже нам оказали спонсорскую помощь. И мы собрали 85 тысяч, 70, значит, с населения, 15 тысяч спонсорской помощи. С бюджета местного выделили 70 тысяч. И 555 тысяч нам дала республика. Проекты готовятся совместно инициативными группами населения и местными администрациями. Отбираются при широком участии населения и реализуются в течение одного года при непосредственном общественном контроле. Сейчас, сегодня, видите, мы его превратворяем в жизнь. Работает, значит, аукцион выиграли АКХ, Ак-Ярское коммунальное хозяйство, директор Юлай Сафединович Абдрахимов. Значит, вот они начали. Контракт подписан 13 октября, буквально вот две недели только прошло. Но уже вот прилично, где-то процентов 40 работы уже выполнено. Было укреплен фундамент полностью, добавлено еще где-то 30 сантиметров для укрепления. Сам укреплена фигура и отремонтирована фигура солдата, значит, постамент там меняется, затем, значит, вот выложена плиткой, меняется забор. Жители села проделали большую работу, чтобы реализовать этот проект. Начиная от идеи и плана ее притворения, доконтроля над тем, как проводится реставрация их памятника. Так как я работаю в библиотеке, у меня там есть такие книги, как книга памяти, они сражались за Родину. И вот мы сверяли списки с тем, что есть у нас на памятнике и добавляли оттуда, кто не вошли в эти списки, добавляли. Все обрабатывали, включали новых людей. У нас получилось многое, 181 человек, кто вот именно сражались с нашего села. Что реставрация памятника нам очень нужна, потому что мы и с детьми ходим, на экскурсии ходим к памятнику, и детям, и всем нам это нужно. Но сейчас уже работа идет полным ходом. Даже жители соседних сел, работающие в селе Федоровка, приняли участие в этом проекте и помогли его реализации. Выходцы из этого села также спонсировали этот проект. Я надеюсь, что сельская администрация поддержит село Абубакирово и тоже реставрирует наш памятник в деревне Абубакирово, потому что это память нашим дедам, нашим воинам. Местные жители очень рады тому, что наконец-то их село украсит восстановленный памятник и отмечают важность того, что все это делается благодаря своим усилиям. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что в деревне я бываю редко, но работаю просто. И когда приезжаю, вот недавно я приехал и увидел, что вот эта реставрация памятника идет. Я был, естественно, этому рад, потому что я помню еще этот памятник со школьных годов, то, что какой он был и какой сейчас. Ну, я рад просто. Просто я рад за него. Потому что и праздники у нас будут проходить, естественно, на 9 мая. Для жителей это огромная возможность беречь память о своих предках и самим поучаствовать в восстановлении села. Теперь каждый из них заинтересован в результате и надеется участвовать в этой программе и в следующем году. Меша Атанова, Нур-Рахметов Зуфар Алибаев. Сужбы новостей. Село Федоровка. Село Федоровка. Село Федоровка. Село Федоровка. Мостай Керимов, драма, 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 драма. Мостай Керимов, драма, 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 драма Уттар, гуд, шиғырдарын унақтарға хойлеп ищеттірділер. Бүгінді балылар өзінің сұғыштарымна бұны иқпат етердір. Бүгін мен ұшы сарала Мұстай Кәрімдің білдіғыз халдат теген шиғырын ятылайым. Ол шиғырда халдат тұрағында, бүйек уатан хұғышының хұғыш тұрағында. Мен Мұстай Кәрімді бек яратам. Мен олардың шиғырларын ятылайым. Мен ау бек құғышай. Мен бүгін мен ұшы барам теген шиғырын хұйлайым. Данылықлы шағыры бұд, празайық, драматурғы бұд Мұстай Кәрімдің бек көп шиғырларына ердар ерланы, спектакльдар қойыла. Күнхілу Құланбаева башқаруында оның өсінсі күн тұташ қарияуат теген шиғырына ер ерланы. Райын өтәкетапқанағы қытматкардары Айғүл еліп, естіғынан өзіг көрәттілер. Ағы недар күлбі ағызалары ердар ерланы. Үді біздің дәрәтіні өлші де ендіргәтіп, Мұстай Кәрімдің өддәрінің өддәрінің ердарды ерлайсақ бұл, әм шиғырлар ерлайсақ бұл, ғыммен өді біздің иаратқан шағыры біздің тұққан еліғын юғары кемәлді өткәрі өді бізді өлші бізді ендірмәтісі болады. Бұл тәсаралар өткәріліп тұруы қуандыра, сүнкі бір башқұрт қалқының келесегі еш бұл ұбытлы тәрбейлеуді әдәбі әдәбі әтәрмәдің мәдениеттің дұр өліш ендіргәнін бүттәбі дәбіләбід. Мұстай Кәрімдің шиғырлары, пиесылары әр вақыт бідің көңілі біді. Юлия Бақтыбаевы, Зюфар Алибаев, Айнур Ахмәтов, Ильнур Крамбошын, Яңғылықтар ғымәті. На айтым нашы выпус новостей подошыл к концу и я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. До свидания.